МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Северский договор был применен к разным нациям – сирийцам, иракцам, палестинцам, евреям, и в некоторой степени туркам и курдам. Однако это не было применено к армянам. Об этом на встрече, посвященной восьмой годовщине ратификации Северского договора, заявил председатель Национального совета Республики Западной Армения Арменак Абрамян. Освобождение Шуши в 1992 году дало возможность восстановить республику Армению 1920 года. Председатель Национального совета считает важным отметить, до 11 мая 1920 года у Турции было время ответить Верховному совету. Турция представляет свой ответ 23 июня 1920 года, признав Армению по Батумскому договору, не признав Западную Армению территорией республики. Верховный совет дает Турции несколько дней на подписание Северского договора. Османский султан созвал свой суверенный совет в июле 1920 года, в котором приняли участие 50 человек. Основываясь на Османской национальной конституции, султан решил направить послов для подписания Северского мирного договора, отметил в своем выступлении Армения Абрамян. В соответствии с Османской конституцией султан неприкосновенен. Он отдает приказы, но не подписывает документы. Приказ султана равносилен ратификации. Итак, Турция ратифицировала Северский договор. После освобождения Шуши в 2016 году мы ратифицировали его на освобожденной территории, продемонстрировав, что соблюдали всю правовую процедуру до освобождения армянских территорий. Это подчеркивает важность освобожденной территории и факт, что армяне впервые за десятилетия освободили часть своей республики 1920 года, заверил армянак Абрамян. 26 июня состоялось очередное заседание Национального собрания Республики Западной Армении. Повестку дня представил председатель Национального собрания Западной Армении Нелли Арутюнян. Первая часть заседания была посвящена пунктам договора касательно интеллектуальной собственности, генетических ресурсов и традиционных знаний в ООН. Депутаты задали ряд вопросов, на которые были даны исчерпывающие и задержательные ответы. Во второй части заседания участники обсудили актуальные темы и программы, связанные с Западной Арменией. Подводя итоги, присутствующие обсудили текущие вопросы повестки дня. Вышел в свет 34 номер еженедельника Вестерн Армения. На обложке нового номера фотография штаб-квартиры ООН с надписью «Горячие дискуссии на войс». Всемирная организация интеллектуальной собственности Организации Объединенных Наций в Женеве инициировала дипломатическую конференцию Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. На конференции с речью выступил председатель Национального совета Западной Армении Армейнак Абрамян, подняв вопрос о коренных народах, подвергшийся геноциду, что стало поводом для дискуссий. В новом еженедельнике представлены полные выступления делегатов Западной Армении, Азербайджана, Турции и Восточной Армении на ВПО, на английском, французском, русском, арабском, китайском и испанских языках. В 2004 выпуске еженедельника в Вестер Армении можно ознакомиться с очередными заседаниями парламента и правительства Республики Западной Армении. Речью пресс-секретаря правительства, истории археологического музея Тигранакерта и мемориального комплекса Талиш, также статьи относительно культуры и с многими прочими общественными темами. Армянскую, английскую, французскую и турецкую версию еженедельника в формате PDF можно скачать по указанной ссылке. Баку продолжает политику присвоения, так и не поняв, что история территории и история государства не идентичны. Нельзя накладывать отпечаток тысячелетней истории на государство, созданное всего 106 лет назад, присваивая ценности, ранее созданные другими народами на данной территории. Общеармянский союз Гартман Ширван на Хэдживан неоднократно обращался к характерной привычке Баку, к историко-культурному воровству, однако данная политика не ограничивается процессом укоренения национализма внутри стороны. Она выходит за ее пределы, формируя коллективное заблуждение внешнего мира и международное сообщество. Ярким тому примером является азербайджанизация средневеково-персидских поэтов. Сейчас присваивают стихи персидской поэтессы XI-XII века Мехсетти Гянджеви, в то время как весь мир признает ее персидской поэтессой, которая творила на персидском языке. Также имеются разногласия по поводу месторождения Мехсетти. Следовательно, даже то, что она родилась в Ганзаке, не дает современному Баку никаких оснований приписывать азербайджанское происхождение писательницы, не имеющей к ним никакого отношения. Следует отметить, ряд авторитетных экзеклопедий исследователей вообще не разделяют подходы Азербайджана. Это еще один факт, констатирующий, как далеко может зайти политика присвоения Баку и как политические приоритеты отражаются на других сферах культуры и общественной жизни. Всеармянский союз Гармур Ширваннахидживан осуждает подобное поведение Баку, призывая ответственность за культурную и политику в Италии и общественность с особым вниманием отнестись к многолетней попытке Баку присваивать региональную историю и культуру. На открытии международного кинофестиваля «Золотой абрикос», который пройдет в Ереване с 7 по 14 июля, в этом году не будет традиционной красной дорожки. Красную дорожку фестиваля «Золотой абрикос» заменят ковры, изготовленные местными мастерами по эскизам художника Давида Кочунца, которые составляют коллекцию «Точка отсчета». Отмена красной дорожки имеет несколько причин. По словам директора и художественного руководителя фестиваля Карина Аветисяна, одна из причин – учитывать богатые традиции армянского ковроделия одного из направлений армянского ручного труда. Будет гораздо более значимым и очаровательным, если в качестве фестивальной афиши каждый год будет создан специальный ковер с использованием современных визуальных решений, сотканный традиционными женщинами-домохозяйками. Самая высокая вершина Западной Армении – гора Арарат – находится под влиянием сильного шторма и бури. На ледниках вершины горы лежит снег, его заснеженный вид привлекает особое внимание. Информационное агентство «Анадоглу» сфотографировал шторм и бурю на горе. Гора Арарат имеет высоту 5137 метров. Природное явление оказало сильное влияние на участок горы высотой до 4000 метров. Высота временно находится под угрозой. Сборная Восточной Армении по греко-римской борьбе Ю-17 завоевала одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали на чемпионате Европы, проходившем в городе Новисаде Сербии. Наша сборная заняла второе место в командном зачете. Единственную золотую медаль в составе команды завоевал Марат Аджемян в весе 45 кг. В финале занял 10 место. Аджемян добился преимущества над россиянином Асламбеком Костоевым со счетом 10-0. Напомним, в полуфинале Аджемян досрочно одержал победу над азербайджанцем со счетом 8-0. Чемпионат Европы до 17 лет продлится до 30 июня. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Мира вам и добра!